Субтитры подогнал «Симон» Мы знали о Николае Николаевиче из книжек, из школьной программы, из фильмов. За последние 30 лет практически ничего не делалось для того, чтобы сохранить память о Николае Николаевиче. И только лишь благодаря старшему поколению, которое передавало молодому поколению, есть еще веточка и память о нем. Так вот в моей ответственности, в ответственности старшего поколения передавать знания о том, что у нас есть действительно в России те люди, на которых можно равняться, те люди, на которых действительно были раньше ориентиры и на примере которых воспитывались целые поколения. Для того, чтобы организовать экспедицию, я создал фонд Миклуха Маклая. Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая. И именно цель и задача этого фонда – это популяризировать, рассказывать о наследии Миклуха Маклая, о его гуманистических идеях. Я не ожидал, что интерес будет так велик. Первый день был очень знаменательный. Собралось около трех тысяч человек. Это полежители трех деревень – Бонгу, Гаренду и Гумбу. Причем полежители, возможно, даже из других деревень. Потому что, как сказал мне потом один папуас, они разослали приглашение своим соседям. Маклая описывал в своих дневниках, что папуасы – они потрясающие актеры. И мне, конечно, я не ожидал, что мой первый сход на берег, на берег Маклая, будет разыгран как пантомина. Ко мне навстречу пошел папуас, которого я не знал тогда. Потом оказалось, что это потомок Туя, один из потомков Туя. И он направился ко мне, как со встречи первого Маклая. А я протягивал ему соль. Он попробовал ее, увидел, что нет ничего опасного. Потом налетели папуасы, которые хотели выстрелить в меня. Он остановил их. И я тогда видел только его глаза. А потом увидел, что три тысячи папуасов замерли и смотрели на нашу встречу. Встречались через сто с лишним лет. Не просто поколения, а, наверное, просто страны. Где Маклая? Нас встречали как представители другой планеты. Потому что мы вызывали большой интерес и сильное удивление у людей, которые много слышали о людях из страны Маклая. Но большинство из них их ни разу в глаза не видели. Вот такая вот зажигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи вот таких полен, которые они брали с собой, можно было поджигать всегда костер. Ну и плюс греться. И до сих пор его используем. Вот мы видим, как прекрасный местный житель носит с собой точно так же уголек. Нас разместили в деревне Гаренду, в одной из семейных хижин. Семья нам предоставила как бы право такой широкий душевный поступок с их стороны. Здесь вот такая вот потрясающая хижина. И вот тут вот мы живем. Готовим еду. Нашу трапезу вполне по папуаски. Используем этот замечательный очаг. Вот у меня здесь тушатся овощи. И скоро подоспеет наш завтрак яичница с местными овощами. Как тебя зовут? Николай. 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 Мы забываем иногда Маклая. За 30 лет практически и не помним. И не можем сопоставить, кто такой Маклая в России. А вот папуасы хранят язык. Они хранят некоторые слова, которые внес Маклай. Топор. Губруса. Маклай. Постройки хозяйственные, жилые, ритуальные, сохранились почти неизменно на протяжении 50-40 лет. Они по-прежнему сгружаются на сваях, по-прежнему из природных материалов. И имеют те же самые формы, размеры, что и зафиксировали советские ученые. То есть в этом плане их традиция устойчиво сохраняется. Мы сейчас стоим перед хаус-бой. Это святая святых. Здесь проходит процесс инициации молодые парни. Возраст их не определен. Это может быть и 14, и 20 лет. Все это зависит от того, когда семья решила и приняла решение, что он действительно готов к тому, чтобы стать настоящим мужчиной. Так как это Маклай, только он может зайти внутрь и может пойти посмотреть, что там находится внутри. Тайну, что в деталях происходит, нам не открыли. Но то, что мы находимся на территории той, куда никогда не заходила женщина, это однозначно. Когда мы шли в деревню Гумбу, она совсем недалеко от мыса Горогасе, где жил Николай Николаевич, я не представлял, что они будут встречать нас с такими традициями. Нас встретил сам вождь деревни Гумбу вместе со своей супругой. Мы провели в дом и начали много рассказывать о том, что же и как устроено их хозяйство. Они демонстрировали мне и показывали это все именно по той причине, что хотели рассказать больше о культуре. Той, которая у них есть. Потому что они знали, что я эту культуру передам без искажения. Они доверяют Маклаю и в моей ответственности показать это именно так, как они мне передавали, без искажений. И тоже они говорят, что пожалуйста, заберите это все с собой, свои колодные места и вспоминайте о ваших родных, которые живут здесь, в Горенду. Спасибо вам большое. Это самый дорогой подарок. И эту культуру я буду стараться сохранять вместе с вами. Привет, Россия! В 2017 году, когда мы впервые оказались на берегу Маклая, острова Новая Гвинея, той первой непростой экспедиции. И когда я увидел, как нас встречают наши местные ребята, как они помнят Маклая, я не мог не сдержать слово, которое также им дал. Вернуться. Такое же слово дал им Маклуха Маклая. Он никогда их не обманывал. И благодаря этому они принесли то уважение, любовь к нему через века. И я должен был вернуться. Это для меня родные люди. Они встречали меня как дорогого человека. Кто-то уже подрос, кто-то, к сожалению, ушел из жизни, но это уже как семья. Сама вся деревня Гаренду, она достаточно большая, но растянута вдоль побережья. И мы остановились именно в той части, которую назвали деревней Маклая. Вообще, эта деревня в большей степени была создана Аселем Туем для того, чтобы следить за мемориалом. Мемориалом, который был построен и поставлен еще в 70-м году советскими моряками. Привезли плиту и надпись о том, что здесь был великий русский путешественник. И вот этот мемориал с того времени сохраняется. На берегу Маклая в основном занимается рыболовством, а также охотой на дикую свинью. Там нет электричества, есть солнечные батареи, там нет холодильников. Поэтому, к сожалению, они даже, имея большое количество рыбы, они могут поймать ее достаточно много. Они ее не продают в достаточном количестве, потому что ее негде хранить. Сегодня у нас будет торжество, мы будем есть свинью. Это бывает не каждый день, только во время Крисмаса или во время процесса инициации, посвящения мальчикам-мужчинам. Но сегодня, по случаю приезда нашей экспедиции, вся деревня собралась и готовила свинью, которую мы привезли. Поэтому сегодня будет большой праздник. Наше возвращение – это возвращение в глобальном смысле. Образ Маклая, который был у них только в мыслях, сейчас обрел реальные черты. А для них теперь есть современник, который вместе с ними изучает этот мир. Они знают, что он не легенда, он реальный. С теми же принципами, а мне, соответственно, пришлось снести тот груз ответственности, показывая те же самые важные принципы, которыми научил когда-то Микуха Маклая нас по книгам, по дневникам. И они очень ждут встречи с русскими друзьями. Ну и мы, конечно, ждем. Я очень хочу вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова